Весна на календаре 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 девчонки девчонки дружелюбные активные позитивные всегда готовы прийти на помощь и несмотря на внешнюю такую нашу легкость мы знаем обе как устроена жизнь и спасибо большое юля хочется отметить что над озвучание мультфильмов про череповечку трудится еще одна наша коллега татьяна ларина который озвучивает и детей их родителей прекрасно справляется я во всяком случае когда вчера пересматривал мультфильм и не сразу распознал что мишу и за мишу и за маму говорит татьяна а череповечки говорим и показываем сегодня в городской среде не часто в нашем городе встречаются художники мультипликаторы но сегодня у нас особенная программа в которой нашлось место и человеку с такой профессии александр сурин у нас в гостях мультипликатор и иллюстратор в общем человек который рисует мультфильмы про череповечку он еще и оформляет детские книги и сувениры с любимец и детишек александр добрый день добрый день как вообще прошло ваше знакомство с череповечкой несколько лет назад перед самым новым годом меня попросили сделать несколько заставок для телевидения с череповечкой показали образ далее иллюстрации и попросили их анимировать коротенькие заставки получилось бодро и интересно мне очень понравилось и это было мое первое знакомство чуть попозже чуть попозже меня попросили сделать кружку с череповечкой и уже для кружки мне показалось что нужно сделать сам образ немного изменить и сделать его более таким мультяшным более милым и детским и так в итоге получилась та череповечка которая есть сейчас а какие-то были референсы что вдохновляло вас на работу вот при создании образа ну да изначально образ рисовал не я изначально он был создан художницей из-за дельска дома череповец надежда леонтьево да я его просто доработал что ли как-то переосмыслил может быть чуть-чуть а какие-то были источники его для этого переосмысления либо просто посмотрели и увидели ах а вот можно здесь это добавить вот это приросовать это мы конечно его вдох вот так вот для витально подсказывает помогает давайте тогда у пойдем по технике работы сколько времени занимает отрисовка одного эпизода по-разному все эпизоды на данный момент их сделано 7 они немного разнятся по хронометражу и первый был покороче там там все длиннее длиннее как-то у нас истории получается более интересными насыщенными да и соответственно первый по моему самый первый мультфильм я сделал за неделю а вот последний дел месяц то есть там больше анимации появилась друзья вспомните что мы говорили что длятся они две минуты три минуты мультики эти а сколько нужно сколько нужно сил потратить чем больше нравится работать с иллюстрациями все-таки с книгами или мультфильмом ну вообще если брать сами виды то есть анимации полиграфия например то мне больше нравится конечно работать с анимацией интереснее но если брать конкретно книжки про череповечку то их очень приятно делать приятные тексты и в общем-то иллюстрации к книжкам это ключевые кадры из мультфильмов поэтому я с удовольствием их верстаю и получаю удовольствие это главное сейчас пользуясь случаем хочется вспомнить еще одного члена вашей команды наталья демченко который является бессменным автором сценариев для книг мультфильмов можете наташа вообще большой молодец вообще просто замечательные замечательные сценарии в конце прошлого года наши коллеги из редакции газеты гола череповца провели среди читателей конкурс в рамках которого выбирали название к новому седьмому эпизоду мультериалом истории череповички елена витальна не томите говорите кто же победил и какая тема по итогу легла в основу нового мультфильма про череповичку вообще оказалось что для родителей ну голосовали родители для родителей оказалась очень актуальная тема знаете вот эта история когда ребенок просит чтобы взяли домой какое-то домашнее животное родители спрашивают ты будешь за ним ухаживать и что говорит ребенок ребенок говорит я буду за ним ухаживать а потом не ухаживают и вот эта тема ответственности за взятого домашнего животного их предложили несколько подписчиков и вот среди них анна петрова и елена федорова и поэтому именно эту тему взяли как основу для следующего мультфильма потому что тема ответственности перед домашними животными это очень такая важная для журналистов медиа центра элена бигляк главный редактор газеты речь сегодня гостила нашей программе в завершении нашей программы хочется вернуться к главной теме эфира премьере нового эпизода мультфильма истории череповички мы уже сказали что называется ответственности ну или метально как скоро нам эту премьеру ждать и когда значит премьера будет показана на канале 12 в пятницу пятницу 3 марта 18 10 повтор будет воскресенье этот под гляжу будет воскресенье 5 марта в 9 40 и насколько я знаю что будут показаны все семь историй о череповичем мультмарафон до будет мультмарафон то есть те шесть серий которые были сняты до этого и завершится он новой вот этой серии взаимоотношений детей семьи и животных домашних на этом мы завершаем нашу программу в студии для вас работал костя журавлёв не переключайтесь сразу после нашей программы смотрите мультипликационной истории череповички и новую серию ответственность без возрастных ограничений приятного просмотра до сих пор до сих пор до сих пор